ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу, значит, обязан. Первый день весеннего призыва на срочную службу вооруженной силы прошел в Абхазии. Весенний призыв граждан республики на военную службу продлится до июня 2019 года. Моя коллега Елеонора Гелаян с репортажем из Центрального военкомата страны. Так вот прошла, нигде боли нет. Есть боли нет? У тебя неправильно сформированная грудная клетка. Медкомиссия – обязательная процедура на пути молодого солдата. Именно здесь проводится проверка физического и психического здоровья. Принимается решение о годности к военной службе. Хирург и невропатолог, офтальмолог и психотерапевт. В общей сложности около 10 врачей обследуют призывников. Медицинская комиссия, работа наша, задача заключается в том, чтобы отбирались здоровые, крепкие ребята на службу, срочную службу в военную, службу в армии. И у кого какие-то недуги, где-то подводит здоровье, таких как бы надо обследование посылаем и в дальнейшем следующими комиссиями, следующими призывами как бы судьба их по военным обязанностям решается. Сами же молодые люди в настроении приподнятом. Косить не хотят, наоборот, говорят, к армии готовы. Сегодня первый день призывника, я пришел, пройти медкомиссию и отдать долг родине. Граждане не должны заслужить, отдать долг родине, да. Военные не раскрывают общее число весенних призывников, зато рассказывают, что процесс будет проходить в несколько этапов. Призывными станут также 26 апреля и несколько дней мая. В первую очередь хочется поздравить всех призывников с первым днем весеннего призыва, пожелать им крепкого здоровья. Как ранее вы здесь, зайдя на территорию, заметили, призывники с хорошим настроением, боевым настроением пришли пройти комиссию. А далее их определят уже войсковые части, где они будут служить. Дай Бог, чтобы они в каком хорошем настроении сейчас, так же и возвращались, как мама с папой отправили здоровые, невредимые. Армия – это эталон мужества, где они станут мужественными, приобретут крепкое здоровье и станут самостоятельными. Призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев. Забрали куда-то, прямо из военкомата, увезли, дали автоматы, в руки дали. Ты прости, мама, что я был такой прямый, но я служить должен. Так же, как все. Командно-штабные учения в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве проводит Министерство обороны Республики Абхазии совместно с частями и соединениями Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Республики, в учениях от Министерства обороны Абхазии принимают участие два отдельных мотострелковых батальона – артиллерийская и авиационная группа, отдельный отряд специального назначения, а также соединение резерва. В ходе учений подразделения Министерства обороны Республики Абхазии совместно с частями и соединениями ЮВО России с целью ведения условных боевых действий будут разделены на две противоборствующие стороны. Также к учениям привлекаются авиации корабли Черноморского флота. Криминальная хроника Мерседес-Бенц и угнанный Лексус обнаружены на территории совхоза Субтропик в селе Гумиста Сухумского района в ходе мероприятий по установлению местонахождения похищенного 17 апреля гражданина Умара Мерцхулава. В одном из гаражей сотрудниками правоохранительных органов обнаружен автомобиль Мерседес-Бенц, в салоне которого изъято огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки. Также в багажном отсеке автомобиля обнаружены государственные номерные знаки Российской Федерации. В ходе обследования второго гаража обнаружен ранее угнанный автомобиль Лексус белого цвета, сообщает пресс-служба МВД. Ранее на пустыре в селе Гумиста был обнаружен автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление задержания лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются. Расследование проводит прокуратура Сухумского района при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД Абхазии. ЧП предотвращено. Утром 23 апреля в библиотечном крыле Абхазского государственного университета произошло возгорание. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 10 часов 47 минут. Очаг возгорания находился в шахте лифта, примыкающего к библиотеке. К ликвидации возгорания были привлечены два пожарных расчета ПСО города Сухум. По предварительным данным, в шахте лифта мог загореться бытовой мусор от неосторожно брошенной в ту же шахту непотушенной сигареты. Пожарные в максимально сжатые сроки локализовали возгорание и потушили огонь. Библиотечный фонд Абхазского госуниверситета в результате происшествия не пострадал. К другим темам. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка. Согласно документу, Государственному комитету по языковой политике поручено создать единую базу детских фильмов и передач, когда-либо озвученных на абхазском языке посредством государственных заказов или частных проектов с целью их дальнейшего воспроизведения в эфире абхазской государственной телерадиокомпании, а также с помощью интернет-ресурсов. Создание национального парка Кадорское ущелье – это судьбоносное событие, свершившееся благодаря усилиям многих людей и политической воле руководства республики. Оно останется в истории. Об этом в интервью пресс-службе правительства страны рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. По убеждению ученого, впереди очень много труда и годы усилий, чтобы эта замечательная идея получила достойное воплощение. Между тем, Дбар считает особо охраняемой природной территорией одним из наиболее эффективных инструментов в сохранении природы. Особо охраняемые природные территории, к которым относятся национальные парки, заповедники, являются наиболее эффективным инструментом в сохранении биологического разнообразия. Охрана природы имеет разные методы и инструменты. И вот создание особо охраняемых природных территорий является одним из таких эффективных способов сохранения природной среды и обеспечения устойчивости окружающей среды. И после создания Ритинского реликтового национального парка в 1996 году, создание его, естественно, было не очень простым делом, и становление его было достаточно сложным. Но было понятно, что на этом нельзя останавливаться. Нужно продолжить создание особо охраняемых природных территорий, которые прилегают к главному Кавказскому хребту. Министр образования и науки Абхазии Адгур Кокоба принял участие в Московском международном салоне образования. Это крупнейшее мероприятие в сфере образования России, открытый форум и самый масштабный в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Как рассказал Абхазный пресс Адгур Кокоба, он встретился с коллегой из Республики Южной Осетии Натальей Гасеевой. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся текущего взаимодействия, развития сотрудничества и совершенствования системы образования. Кроме того, как сообщил министр, готовится к подписанию соглашения с Российским гуманитарным научным фондом, с которым уже сотрудничает Министерство образования и науки Южной Осетии. Абхазский государственный университет объявляет прием документов для поступления в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации от граждан Абхазии, обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях Республики Абхазия. Прием осуществляется по целевому заказу МИД Абхазии на следующие направления подготовки и программы. Направление международное отношение. Программа международное отношение. Два места. Направление подготовки юриспруденция. Программа международно-правовая. Два места. Направление подготовки экономика. Программа международно-экономические отношения. Одно место. Фольклорное путешествие. Цикл лекций доцента кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ, кандидата филологических наук Анны Ивановой. Для наших аспирантов и молодых ученых открылся в Академии наук Абхазии. Его тема – фольклористика в междисциплинарном диалоге. Слово Линди Тужба. Фольклористика в междисциплинарном диалоге – основная тема сегодняшней лекции в Академии наук Абхазии. О том, что такое локальный текст и как его понимать о мультикультурных и полиэтнических территориях, о взаимодействии конфессиональных культур и о многом другом узнали молодые аспиранты и уже заслуженные ученые. Академия – фольклористика изучает очень многое, то, что покрывается этим телом. Это не только сфера духовной культуры, но и сфера материальной культуры, которым у нас традиционно занималась этнография. Это разнообразные сведения, хозяйственные, метеорологические, какие угодно. И, наконец, область обычаев и обрядов. Вот если обратиться к истории нашей отечественной науки, то она начиналась с использования абсолютно других терминов. Посмотрите, устная сладисность, народная поэзия, русское устное народное творчество. Акцент делался совершенно на другом. В фольклористике также имеют широкое применение орнаменты, символически выражающие культуру разных народов. И мы, зная орнамент с вами, в принципе, вот это уже можем читать как текст. Вот изображение солнца, это земля распах, на это изображение дождя. Молится верховному божеству, чтобы послала дождь на землю и землю оплодотворила. Как признается гость главного научного учреждения страны, эта поездка для нее интересна и тем, что удалось встретиться и пообщаться с коллегами из нашей республики. Выделяя несколько трудов народного творчества Абхазии, Анна Иванова отмечает их высокую ценность для российской научной фольклористики. Я, конечно, не могу похвастаться тем, что знаю абсолютно хорошо все исследования, которые здесь проводятся. Но ведущих специалистов Абхазских в области фольклористики я знаю, труды знаю и многие очень высоко оценивают. Вот, в частности, в изучении эпоса, нардского эпоса, работы Дураба Джутовича Шапова, прекрасно о них осведомлено. Вот сегодня я уже в первую свою лекцию упоминала работа Анжелета Янковна для эпосказки, которая была в свое время новаторской работой, одной из первых. И остается очень высоко цитируем, высоко рейтинговой нашей российской фольклористики. Молодые ученые в ходе лекции делали записи, отмечая для себя новые идеи. Как говорит молодой ученый Саида Хаджамба, послушать лекции известных специалистов, не выезжая за пределы республики. Уникальная возможность узнать много полезного. Тема интересна тем, что современная фольклористика уже ушла далеко вперед. Наша фольклористика остановилась на том этапе, что мы собираем фольклор, потом создаем собственные архивы, даже не общие для пользования, собственные архивы, и пользуемся или не пользуемся. То есть мы храним информацию, мы ее собираем, потом храним. И мы должны понимать, что собрать материал, архивировать его, это не означает исследовать. Дальше за этим этапом должны стоять другие этапы, для того, чтобы полноценно заниматься научной фольклористикой. Я думаю, для этого, для того, чтобы понять, какие аспекты охватывает фольклористика современная, эта лекция довольно важная. Основные задачи, которые ставят перед собой организаторы мероприятия, это развитие научной среды для исследований, знакомство молодых ученых с методами и подходами современной фольклористики, подготовка кадров на уровне специалистов. Сегодня в мире меняется очень многое. Это и в методологии, и в методах изучения традиционной культуры. А традиционная культура у нас, у абхазов, весьма интересная, и она жива. Нужно знать нам, нашим молодым людям, начинающим ученым, формы, методы ее исследования, ее изучения. А изучать это необходимо абсолютно. Анна Иванова очень известный ученый, очень известный ученый с большим потенциалом знаний. И потому я считаю, что у наших аспирантов сегодня появилась уникальная возможность послушать ее лекции. В Академии наук Абхазии пройдет четырехдневный курс лекции. 26 апреля в Центре нартоведения и полевой фольклористики состоится встреча со студентами Абхазского государственного университета. Линда Тужба, Торни Камичба, Абаза ТВ. Общественная организация Адыг Хосе Республики Абхазии приглашает всех на мероприятие, посвященное Дню Адыгского флага, которое состоится в Сухуме 25 апреля. Сбор участников в 9 утра по адресу Кадорское шоссе 61 рядом с 6-й школы. Далее состоится возложение к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арденба в селе Нижняя Ишера, кортеж с флагами и возложение в парке славы в центре столицы. Далее праздничный концерт в Музее боевой славы имени Арденба. А вечером праздничный адыгский танцевальный круг у Абхазского драматического театра имени Чанба. Актуальное у нас и в мире. Как известно, полигон твердых бытовых отходов организует в селе КЦ Кэтгулрыбшского района, что уже утверждено правительством и парламентом Абхазии. Между тем, совсем недавно мир потрясла новость о том, что в Швеции закончился мусор, и власти страны готовы принимать его для утилизации с других стран. В один момент в Швеции сортировка мусора достигла всеобщего масштаба. Благодаря этому свалок в стране почти не осталось, а отходы стали либо топливом, либо использовались заново. Власти проводили постоянную разъяснительную работу, и так добились высокого уровня сознательности населения. Большинство жителей государства знают, что из выброшенного пластика можно сделать новый еще семь раз. И только после этого он пойдет на электростанцию для сажения. Так, переработанный семь раз пластик все равно принесет пользу в виде электричества. Каждая семья в Швеции имеет по шесть или семь ведер для разного мусора – пластика, бумаги, стекла, картона, металла и другого. Еще одно ведро предназначено для отходов, которые не могут быть впоследствии переработаны. Даже маленький ребенок в Стокгольме не выбросит обертку от конфет не в тот контейнер. В детских садах и школах учат сортировать мусор правильно, а за неправильную сортировку в стране штрафуют. Дефицит отходов, между тем, может стать большой проблемой для населения, ведь шведы с помощью переработки отапливают жилье и получают электричество. Но соседняя Норвегия выразила готовность помочь Швеции и поставляет 800 тысяч тонн мусора каждый год. Почти 180 тысяч пчел, которые жили на крыше собора Парижской Богоматери, пережили пожар, пишет СНН. Это огромное облегчение, сказал пчеловод собора Николя Жан. Насекомые находились в 30 метрах от сгоревшей крыши. То, что с ними все в порядке, стало понятно через несколько дней после пожара. Они залетели в ульи. В среднем пчел из крыши собора приносят около 25 килограмм меда в год. В Париже уже 160 лет разводят пчел. Более тысячи ульев по всему городу. Свои пасеки есть у собора Парижской Богоматери и опера Горынье в отелях и жилых домах. Бегом к победе спортивные мероприятия пройдут в разных частях Абхазии в самое ближайшее время. Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциз и помощник, руководитель Россотрудничества рассказали о предстоящих соревнованиях, о чемчера раны, других забегах и заездах, посвященных предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне. Репортаж с пресс-конференции Марианы Котовой. Впервые за послевоенное время в Абхазии пройдут велосоревнования в чистом виде. Состязания Чимчира Ран, которые состоятся 11 мая, включают в себя сразу три спортивных мероприятия. Это бег на разные дистанции, от 1 километра до 10 для детей и взрослых. Велозаезд на две дистанции, для детей 5 километров и для взрослых 20. И третий – дуатлон, то есть бег и велозаезд вместе. Привлекаются к этому мероприятию сотрудники милиции, службы ГАИ, УЧС, администрация, коммунальные службы. То есть это очень большое мероприятие, поэтому делать только забег или только велозаезд – это как бы мало. Поэтому мы решили в этот день провести сразу три мероприятия больших. А Чимчиру тоже выбрали не случайно. По словам Бориса Борцис, важно выходить за рамки столицы и приобщать к спорту молодежь всей республики. От плавания в рамках этих соревнований организаторы решили отказаться. Так как очень холодный апрель, мы решили не делать плавательный этап, потому что вода не прогреется, будет очень холодно. Ну и вы знаете, у нас в республике нет бассейна и дети не готовы пока к плавательным дисциплинам. Поэтому мы вместо триатлона делаем диатлон в Чимчира. В плане провести соревнования по триатлону и на западе страны. Заинтересованы в организации спортивных мероприятий в Абхазии российские партнеры нашей федерации триатлона. Как рассказывает Борис Борцис, в начале сентября в Абхазию приедет 200 атлетов из России на прохождение двух сложнейших дистанций. Из Гагры через Мамзышху и Гекский водопад на 30 и 60 километров. Подобные мероприятия, по словам организаторов, хороший стимул для развития спортивного туризма. Когда такое одноименное, знаковое спортивное мероприятие происходит в городе, как Ачимчирский забег, мы даже создали специальный логотип этого забега Ачимчиро-Ран. И люди в следующем году уже могут планировать свой отпуск и начинать его там с Ачимчиро и приезжать специально на забег и параллельно осмотреть достопримечательности, которые есть там. Но Ачимчиро-Ран – внутренние соревнования, направленные на популяризацию спорта в Абхазии. Как говорит Борис Борцец, детские и юношеские секции развивают спорт, воспитывая спортсменов и работают над формированием личности. Задача Федерации триатлона и клуба спорта «Псны» – вернуть к здоровому образу жизни взрослых людей. Если люди будут изначально вовлечены в то, что они с утра бегают, плавают, ездят на велосипеде, идут здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек, там сокращают количество употребляемого алкоголя в разы, это все пойдет на пользу и им, и их семье, и детям, и нашему государству. 464 человека уже зарегистрировались на участие в соревнованиях «Ачимчиро-Ран». Сделали они это на сайте «Спортапсны». Просто так в день соревнований прийти и заявить о своем участии может не получиться. Число мест ограничено. Больше 500 желающих «Ачимчиро-Ран» не выдержит. Дети участвуют бесплатно, а взрослым придется заплатить взнос 300 рублей. Мы заказали 500 медалей, это то число участников, которые мы сможем принять на наших соревнованиях. Больше не получится, потому что мы не можем допустить того, чтобы какой-то ребенок или, не дай бог, кто-то из зарегистрировавшихся остались без медалей. Поэтому общее количество участников на все соревнования – это 500 человек. Дети, не успевшие зарегистрироваться на забег, смогут принять участие в веселых стартах, которые пройдут там же, в «Ачимчире», на площади Сергея Багабш, напротив администрации города. «Много детей, которые стесняются или не успели принять участие, и представительство Росотрудничества для таких детей организовывает веселые старты, на которых они могут показать всю свою удаль, скорость, ловкость. Там будут эстафеты и иные дисциплины, в которых они могут себя проявить». Желающих участвовать в забеге намного больше тех, кто записывается на велозаезд. Как говорит борцит, проблема в том, что для этого нужно иметь свой велосипед и шлем. Немногие из потенциальных участников хотят надевать защиту, но условия соревнований соответствуют общепринятым спортивным стандартам. Безопасность прежде всего. Кто не желает соблюдать правила, к участию не допускаются. «Надо формировать культуру передвижения на велосипеде. Это тоже транспортное средство. Велосипедист является участником дорожного движения. И есть некие правила, связанные с этим действием. К этому шлем он обязательно. К этому относятся и с требованиями наших для участников. Это наличие шлема». Велосипедный спорт в Абхазии только зарождается. Но, как рассказывает Евгений Павлов, с каждым годом любителей и профессионалов становится все больше. «От этих девяти человек сейчас уже выросло до 40-50 человек. То есть есть такой белокостяк, я бы сказал, это человек 30-40, который постоянно находит какие-то новые маршруты в Абхазии. То по Пять озер, то в Каманы, то в Сухумгес, Багмаран. Ну, огромное количество. Вообще Абхазия, мне кажется, создана для того, чтобы люди занимались спортом круглый год». Также Евгений Павлов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в День Победы. Это велопробег «Спасибо за победу», который стартует от Дома Москвы в Гулрыбш, обратно в Сухум и финиширует у памятника защитникам Кавказа. Также, по его словам, в этом году бессмертный полк пройдет другим маршрутом. Как говорит Павлов, от участников шествия прошлых лет поступила просьба позволить бессмертному полку пройти более длинный путь. Организаторы сочли это замечание справедливым. «В основном участники стоят на набережной в течение двух часов, ждут, когда пройдет митинг, когда пройдет парад, и проходят небольшое расстояние. В этом году мы постараемся, чтобы портреты дедов и бабушек, которые победили в этой войне, пронесли по центру города Сухум. В самом маршруте мы скажем чуть позже. Но сейчас каждый желающий может прийти к нам с фотографией своих родных и близких, погибших на войне или уже ушедших. И мы сделаем распечатанную фотографию, которую они смогут пронести». Участником всех майских событий, патриотических и спортивных, может стать абсолютно любой желающий любого возраста. Каждый участник получит медаль, майку с логотипом соревнований, а также организаторы гарантируют бодрость и стимул дальнейшей работы над собой. Марьяна Котова, Раму Камки, Абаза ТВ. Сын нашего соотечественника Мирона Харчлау, Карсон Харчлау, признан лучшим борцом Америки среди юниоров, сообщает Госкомспорт Абхазии. Сына Мирона Харчлау, нашего земляка, проживающего сейчас в США, признали лучшим борцом Америки среди юниоров из 12 весовых категорий. Это признание он получил в конце сезона, когда все школьные соревнования закончились, и Америка голосует и выбирает, кто из школьников лучший борец. Мы гордимся, пишет в Facebook Марина Харчлау. В 18 лет в сентябре 2018 года Карсон Харчлау стал чемпионом США по вольной борьбе. Уроженец Куарчала, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Мирон Харчлау со своей семьей уже более 30 лет живет в Соединенных Штатах Америки. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Гидрометеорологическая служба Абхазии, в среду 24 апреля в республике переменная облачность. Ночью и утром из-за перепадов атмосферного давления местами возможен слабый дождь, туман. Температура воздуха ночью 11, днем до плюс 16. А на этом все за развитием событий. Следите вместе с нами на сайте Абаза.ТВ. До встречи. Абаза.